Избирательное право это совокупность юридических норм, закрепляющих права граждан избирать и быть избранным в органы государственной власти. Не случайно среди подрастающего поколения проводятся Олимпиады по избирательному законодательству. Школьники, старшеклассники, это ребята, которым сегодня 16-17 лет, завтра они станут совершеннолетними, в соответствии с Конституцией они получат право избирать и быть избранными, поэтому надо их готовить заранее. Мы даем в процессе нашей Олимпиады необходимые правовые знания в области избирательного законодательства. В Подмосковье Олимпиада проводится уже в третий раз и, как всегда, она организована региональной избирательной комиссией и областным министерством образования. На этот раз площадкой стала Одинцовская гимназия номер 7, которая с честью приняла 78 старшеклассников из Московской области. На открытии Олимпиады участников ожидало много всего интересного. Команда Одинцовского района представляется в этом году семью участниками. Это люди, которые сознательно шли на эту Олимпиаду представлять Одинцовский район. Я хочу их поблагодарить за то, что они сделали правильный выбор, представляют Одинцовский район. Я хочу передать слова на путь от главы Одинцовского муниципального района Андрея Робертовича Иванова. То, что мы Одинцовский район, и наши дети, и наша площадка оправдает доверие Московской области, правительству, и мы проведем вот этот этап нашей региональной Олимпиады на достойном уровне. Юным знатокам избирательного права предстояло проявить себя в сложных и ответственных интеллектуальных состязаниях, как в командном, так и в индивидуальном первенстве. Олимпиада состояла из трех этапов. Тестовые, индивидуальные задания, дебаты на тему «Если бы я стал депутатом» и «Блиц-опрос». Многие участники признаются, что уже сейчас готовы связать свою жизнь с политикой. Это вызывает поднятие патриотического чувства населения, во-первых. Во-вторых, что это способствует развитию в нашем молодежном обществе политического мышления. То есть нас включают в эту активную политическую жизнь и подготовят к будущему нашему участию в политической жизни нашей страны. А многие мечтают стать даже... Возможно, президент Российской Федерации, если получится. У меня, конечно, большие амбициозные планы. Вплоть до, возможно, хотел бы стать президентом Российской Федерации. 13 муниципальных образований боролись за путевку в финал, который пройдет в здании правительства Московской области. Лучшие из лучших сразятся с другими командами Подмосковья уже совсем скоро, 25 марта. Организаторы и участники считают, что такие мероприятия необходимы, ведь каждый должен знать свое избирательное право. Тем более, что не за горами выборы в Госдуму и выборы президента Российской Федерации. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.